Героем сегодняшнего выпуска овертайма стал защитник Немана Андрей Коршун Андрей вообще по натуре молчун, спокойный, но, поверьте, сердце у него горячее и у него личные амбиции хорошие, положительные, порядочный человек и профессионально относится к своему делу В плане в хоккейном боец, который бьется до конца всегда Как защитник, который играет сзади, мне он очень сильно нравится, то есть это, ну, с ним можно договориться, он будет делать, он не сделает никак по-другому, если ему скажешь, сделай так, он сделает так То есть из-под него никогда не вылетают шайбы, он всегда, я уверен на 100%, что из-под него не бросят, то есть он сблокирует по-любому Он как магнит, знаете, в нужное время он ложится почему-то под шайбу и на себя берет Для меня лично самый опасный защитник в плане своих приемов Это один из немногих защитников, который за мою белорусскую карьеру меня очень прилично встречал Так что, ну, самоотверженность самое главное Он вышел, сыграл в каждом конкретном эпизоде от туда Супер, он хороший друг, хороший человек, Андрей Мастер В последние годы воспитанник гродинского хоккея Андрей Коршунов является лидером обороны Немана и по праву признается одним из лучших защитников белорусского чемпионата А в завершившемся сезоне хоккеист проявил себя еще и как бомбардир, забросил 11 шайб и сделал 26 передач Но главное, он вновь стал чемпионом страны Сезон получился, наверное, такой более-менее сплоченный Как бы команда была такая друг за друга Было намного больше общения в раздевалке, в автобусе Между собой как бы хорошо все дружили Были заряжены одной целью Вот столько лет шли Ну, я имею в виду там не столько, сколько клуб шел А имею в виду, сколько я шел Сколько мы мучились Второе, второе, второе уже переелось Я уже был, становился чемпионом с керамином Но я не играл там такие решающие роли Поскольку постольку там мои заслуги Сейчас для меня чемпионство Я знаю, что я внес вклад Какой-то определенный, выполнил там Свою работу там Насколько смог на сто процентов И это не то, что заслуга Что вот как бы мое участие Дало там какие-то плюсы Что победе Ну, конечно, у меня там по 20 очков Я как бы так даже там особо не слежу Ну, не знаю Вот так же, что легионеры приезжают На них смотришь, наверное, когда Динамо Смотришь, тоже легионеры Что есть такая С одной стороны она хорошая Может, с другой не очень Жадность могут Где наш бы, допустим, белоруса дал бы пас Они там бросят на гол Ну, вот у них тоже можно принять Это как бы хорошее Что если есть возможность Надо бросать Но больше вот так и получилось Начали бросать И я начал, может, там побольше бросать И того, наверное, такой результат Ну, наверное, больше разрушитель Я как бы Ну, и в глубине души Никогда там особо не горю желанием Забивать голы Мне, наверное, больше Импонирует такая Силовая игра Чем я хорош Я даже не знаю Может, за какой-нибудь Факт самоотверженности Где-то игры до конца Когда Мне кажется, что мы Как бы вот Мой возраст Кого я там знаю Со своим годом общался Мы выросли такое еще поколение Той закалки И проиграть Где-нибудь в каком-нибудь моменте Это проиграть в себе В душе Здесь в Гродно Не знаю, как кто относится Кто прежде Кто как Но Когда ты там Даже проигрываешь дома Иногда Немножко даже засиживаешься В раздевалке Потому что Ну, стыдновато Когда проиграл Стыдновато выходить Перед своими болельщиками Некоторые защитники Раскрываются Там Больше понимают хоккей Ну, вот К 30 годам Ну, вот Не знаю Вроде бы как С каждым днем Наверное С каждой тренировкой Как-то больше Уже Настолько становишься Раскрепощеннее Когда Допустим Всех же там 22 23 Может 25 Был более такой Замкнутый Такой Ну, сейчас становишься Более такой уже И раскрепощеннее И больше видишь И Как бы Больше хоккей Понимаешь уже Как он Должен быть И жалеть Как бы Может там Где-то хотел Когда были там Шансы Надо было там Допустим Поехать туда Туда Но Сейчас Смыслу Такой жалеть Что-то ворошить Старое Как бы Всем доволен Рад Как бы Еще играю Что Ну Помогаю Что вроде бы Не последний Что еще Помогаю команде Наверное Спокойный человек Дружелюбный Отрицательный Я наверное Иногда Много Обижаюсь Обидчивый Есть такое У меня И в команде Там не могут Хотя Я так же Могу На людей Сказать Допустим Там Пошутить Кто-нибудь Не обидится Я могу За этого Обидится Еще Чуть Подержать День Два Поносить Это В себе Это Наверное Мой Минус В этом Я знаю Рыбалка Рыбалка Это Вообще Святое Это До Одурения Ну Когда С детства Отец Больше привил Отец Был рыбак Ездил С отцом Не знаю Почему Откуда Пошло С каких-то Года Четыре Назад Именно Карповая Ловля Сейчас Есть Чемпионаты Мира По карповой Ловле Проводится И Именно В это Направление Карпфишинг Езжу Наверное В Литва Беларусь Не Не В чемпионате Надо Я еще На таком уровне Как бы Еще Очень слаб Ну Не Как Очень слаб Стараюсь Быть лучше Но Чтобы Быть лучше Надо Заниматься Этим Как они Там Тоже Наверное Как образ жизни У людей Некоторых Круглый год Кроме Зимы Наверное Круглый год Все время Рыбачивают Там И Также Мастерство Тут же Как вид Тут же Хоккей Тоже Надо Все время Все время Участвовать А я Получается Только Может Месяц В году Вырываюсь С того Года Начал Выезжать Один На четыре Дня Первый раз Поехал Думаю Будет Скучно Но После Сезона После Такого Эмоционального Хочется Наоборот Разрядки Не знаю Как по мне Так Я вообще Чувствую Великолепно Отдыхаешь Ни телефон Не беру с собой Просто Отдых И Длинное хобби Баня Баня Люблю Иногда Времени Обычно Маловато Там В сезоне Так вообще Когда мы Здесь Тоже Лечь С женой Посмотреть Там Фильм Какой-то Ну Я думаю Это редко Бывает Не Слушаю Баста Баста И Как бы Других Таких Предпочтений Ну Там Топовые Песни В основном Баста Иногда Книжечки Почитать По психологии Которые Очень сильно Помогают Наверное И в жизни Нам Помогли Избежать Там Каких-то Конфликтов Ты воспринимаешь Немножко По-другому Всю обстановку Ну Интересные Ситуации Которые Можно Там Спорные Даже На одном Листике На белой Бумажке Расписать И разобрать Помогают Наверное Больше По психологии Могу Почитать Споймать Карпа С мировым Рекордом Сколько там Мировой Сейчас 42 Вроде бы Килограмма На 43 Буду Споймать Было бы Наверное Супер На этом Наша Программа Завершена Следующий И последний В нынешнем Сезоне Выпуск Выйдет В эфир В понедельник 27 Мая Смотрите Хоккей Овертайм Пока Продолжение следует